Эта неделя богата знаковыми кинособытиями. Пользователи YouTube стали кинозвездами. Микеле Плачет и Роберт Де Ниро поделились мужскими секретами, а американцы экранизировали страшную правду о вторжении в Ирак. Игра без правил уже вторая картина, изобличающая грязную политику Белого дома времен Буша-младшего. Бывший посол в исполнении Шона Пэна предал огласки секретные документы, за что немедленно поплатился. Его жену обвиняют в шпионаже и угрожают расправой всей семье. Впрочем, отважные супруги не намерены сдаваться без боя. Мы должны ударить в ответ. Они похоронят нас, если будем бездействовать. Подобная борьба одиночек с бульдозером большой политики казалась бы сказкой, если бы не была реальной историей. Прототипы героев Джона Уилсона и Валерии Плейм консультировали картину. Вдохновляющий и пугающий политический триллер, без погони перестрелок, зато с хорошими актерами и диалогами. Любовь – это тоже игра без правил, но инструкции по обращению с ней пытаются создавать все, кому не лень. На этот раз отличились итальянцы. В комедии «Любовь. Инструкция по применению» мужские тайны раскроют кинозвезды первой величины. Любви все возрасты покорны, но в 25, 45 и 70 она приводит к курьезам разного рода. В фильме рассмотрены типичные мужские передряги трех периодов жизни. Молодой Роберто за день до свадьбы влюбляется в другую. Зрелый Фабио платит слишком дорогую цену за измену жене. А пожилой Адриан благодаря любви забывает о пересаженном сердце. Итальянская комедия всегда граничит с драмой, но после нее остается очень приятное послевкусие. Даже Роберт Де Ниро не устоял и ради этой роли заговорил в картине на итальянском языке. Жители 60 стран мира поиграли на портале YouTube сам себе режиссер и неожиданно стали героями документального киношедевра. «Жизнь за один день» – уникальный кинопроект, картина мира без сценария и без цензуры. Обычные люди сняли на камеру один день своей жизни, а оскароносные режиссеры Ридли Скотт и Кевин Макдональд собрали из этих историй причудливую мозаику, от которой захватывает дух, чего только не творится на планете Земля, и безумно красивого, и смешного, и страшного, и жестокого. Россияне, кстати, в этой кругосветной документалке показали себя довольно активно, правда, не с самой лучшей стороны. Создается впечатление, что курильщики, алкоголики и преступники сосредоточены именно на нашей территории. Впрочем, если бы фильм монтировал русский режиссер, все могло бы быть с точностью наоборот. Жизнь за один день яркий пример того, как интернет меняет лицо кинематографа и доказательства, что каждый человек интересен и способен стать героем документального фильма. Не пропустите.